Еще одна тема, которая сегодня как раз получила некое злободневное излучание, это вопрос о строительстве высокоскоростных магистралей железнодорожных. И хотя эта тема, казалось бы, идет речь идет о железных дорогах, но понятно, что как и во всем мире, так и в России железные дороги конкурируют с воздушным транспортом и наоборот. И поэтому я думаю, что эта тема вполне касается сферы наших интересов. И идея была в том, что уже на уровне президента, ну, по крайней мере, как я это понял, отказались, по крайней мере, на какой-то срок от того, чтобы строить высокоскоростные магистрали на восток, в сторону Казани и так далее, до Китая, как, в общем-то, в свое время звучали предложения. И на первом этапе принято решение строить высокоскоростную магистраль между Москвой и Питером. Но, в принципе, история, она довольно много имеет таких, ее много раз строили, то магистрали, сейчас уже существуют сапсаны, которые ездят. И одно из точек зрения состоит в том, что, в общем-то, можно и скорость сапсанов построить, и не строить вот эти дополнительные огромные инвестиции в иноземную инфраструктуру. Но вот, на Ваш взгляд, насколько соотносятся инфраструктурные вложения в наземные, железнодорожные и авиационные? Ну, вопрос интересный. В принципе, действительно, это вопрос той самой конкуренции, которой, в общем, зачастую невозможно однозначно определить преимущества или недостатки той или иной составляющей. Интересно, что те вложения в инфраструктуру, которые идут в железную дорогу, и если их сравнить с вложениями, которые идут в инфраструктуру воздушного транспорта, то это вполне себе сравнимые вещи. Можно предположить, что, сделав эти же вложения в инфраструктуру воздушного транспорта, можно получить более универсальное средство, потому что, как мы понимаем, аэропорт построенный, современный, высококлассный, с высокой пропускной способностью аэропорт, способен связать город не только, непосредственно пару городов, но и широко-широко развить воздушное сообщение с другими точками. Да, но поскольку я так понимаю, что людям, которые продвигают идею вот этой высокоскоростной магистрали, все равно очень хочется инвестировать эти деньги и вложить в это строительство, то, вероятно, на мой взгляд, именно вариант Москва-Питер, он может быть даже оптимальный, потому что это единственный пример в России, когда имеется два города с многомиллионным населением, оба из которых имеют столичный статус фактически, где кипит и экономическая, и политическая жизнь, и, соответственно, между ними довольно-таки очень мощное авиасообщение, причем именно здесь существуют такие своеобразные вещи, которые, я не уверен, есть ли где-то еще в России, это, например, абонементы на несколько поездок, то есть настолько люди часто летают, что можно купить себе абонемент на такие поездки. И в этом смысле, наверное, хотя Сапсаны уже сейчас существенную часть трафика взяли на себя, но, наверное, скоростная магистраль здесь будет уместной, потому что и так поток большой, и, может быть, самолетов действительно большое количество рейсов. В то же время, все-таки российская ситуация отличается от японской или китайской, где там на протяжении часа езды у нас, или двух часов езды, у нас имеются много-многомиллионные города, и поэтому, наверное, все-таки вот тот осторожный подход, который сейчас предпринимается, он, на мой взгляд, ну, по крайней мере, оптимальный. А главное, он ведет к той цели, к которой, видимо, все стремятся, это сконцентрирует половину населения страны в двух городах. Вероятно, да. Спасибо.